Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас этим теплым весенним днем. В эфире информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь, в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня для того, чтобы мы могли вместе коснуться тех библейских истин, с которыми Бог сегодня обращается к каждому из нас. Хочу также напомнить, что тоже в эту субботу на утреннем служении у нас будет обряд крещения. И, кроме того, мы представим вам новых диаконов, вернее, мы хотим доизбрать несколько диаконов в наш диаконский отдел и нового руководителя отдела информации. Так что, пожалуйста, будем рады видеть вас на всех наших служениях. Также в эту субботу вечером в 5 часов семейный отдел приглашает на очередную встречу семьи, которые прожили вместе от 11 до 20 лет. Будет очень приятная атмосфера, интересное общение, чаепитие. И я уверен, что эта встреча принесет много тепла, радости и интересной информации для всех тех, кто придет на эту встречу. Поэтому, пожалуйста, не пропустите ее. Ну, а в воскресенье, 24 марта, это вот сразу за этой субботой, в 4 часа дня тоже наш семейный отдел приглашает все семьи на пикник. Напомню, это будет в 4 часа во дворе нашей царьки. Приятная атмосфера, чудесное общение. Приглашайте ваших друзей, знакомых. Ждем всех вас вместе для того, чтобы провести приятное время. После нескольких недель мы решили приостановить проект «Сфера». Я очень рад, что люди находят ответы на те вопросы, которые их волнуют, какими-то другими путями. Значит, есть разные возможности для того, чтобы решить те проблемы, с которыми мы с вами сталкиваемся. Желаю вам всего самого наилучшего. Молимся о вас. Но и все же хочу сказать, что если у вас будут какие-то вопросы или вам нужна будет помощь в какой-то сфере, пожалуйста, обращайтесь. Мы постараемся вам помочь. Желаю вам еще раз всего самого-самого наилучшего. Напоминаем, мы получили книги «Великая борьба и путь ко Христу». Я уже говорил о том, что мы подключили миссинирское отдел нашей церкви для того, чтобы снизить цены на книги, так как с пересылкой они получаются достаточно дорогими. Но все равно книга «Великая борьба» стоит 10 долларов, а «Путь ко Христу» 3 доллара. И хочу напомнить, что у нас открыта вот эта программа. Мы бы так ее назвали «Заплати другому». Что я имею в виду? Вы можете купить книги для кого-то. Возможно, у вас есть возможность приобрести книги, но некому их подарить. А у кого-то есть кому подарить, но нет возможности их приобрести. Поэтому, если у вас есть возможность купить несколько книг, зайдите в библиотеку и скажите, что «Я готов купить книги для кого-то». Сами решите для себя, что это будет за книга и сколько экземпляров вы готовы купить. Тогда, если в библиотеку придет кто-то, кто хотел бы приобрести эти книги, потому что он хотел бы их кому-то подарить, но у него нет средств, вы можете сделать возможным это для него. Пожалуйста, пользуйтесь этим проектом. Также от всего сердца хочу поблагодарить всех братьев и сестер, которые пришли в это воскресенье помочь нам с уборкой в нашем доме молитвы. Было очень приятно наблюдать за той любовью, с которой вы вкладывали свои старания, душу свою для того, чтобы чуть-чуть обновить и отмыть, скажем так, наш молитвенный дом после того, как мы его используем. Пускай Бог воздаст вам сто крат за ваши силы, время, возможности, которые вы нашли. Большое спасибо вам за эту заботу. Желаем вам Божьей благословения тоже из-за этого. Также хочу напомнить, что 30 марта у нас будет служение и вечерей Господней. Ну и, конечно же, напоминаю, что у нас открыт фонд реконструкции нашего молитвенного дома, так как в начале следующего года мы бы хотели сделать внешний ремонт этого помещения. Пускай Бог вас еще раз, еще раз за все благословляет. Хочу прочитать те просьбы, которые у нас есть в молитвенном блоке. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, за Серегея Долина, за Нилу Самуляк. Также просим молиться за нашу сестру Веру Жапка. Ей 92 года, и завтра ей должны делать операцию по удалению камня из поджелудочной железы. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы все прошло хорошо, чтобы она быстро поправилась, потому что возраст уже непростой. Мы верим, что Бог тоже проявит свою руку. Конечно же, мы продолжаем молиться за скорое возвращение Иисуса Христа, и чтобы оно принесло с собой перекращение всех несчастьй и войн, которые бушуют в этом мире. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 19, 2-3 стихи, и это, знаете, как слова благословения. Послушайте, как тут написано. Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебе имя Бога Якова, да пошлет Он помощь тебе и святилище своего, и поддержит тебя силами. Пускай Бог благословит, укрепит вас. Желаем вам всего самого наилучшего до конца этой недели, и ждем вас в субботу на наших богослужениях и на всех встречах, о которых я сегодня говорил. Божьем вам благословение, дорогие друзья.